всем здравствуйте вы смотрите канал курсофт в этом уроке мы поговорим про интерполяцию строк интерполяция строк также появляется в экмоскрипт 6 и это одна из моих любимых фич и в принципе интерполяция строк это удобный способ интегрировать переменные в строковые значения фактически мы оборачиваем выражение обратными кавычками то есть это клавиша y на вашей клавиатуре или символ тильда а внутри строки оборачиваем нужную переменную фигурными скобками со знаком доллара перед ними например если мы хотим задать число после слова price в нашем примере то нам придется использовать оператор конкатенации строк в данном случае символ плюс в нашем примере мы используем переменную setr которая означает string далее мы пишем в двойных кавычках слова слова the price is потом добавляем плюс в качестве знака конкатенации добавляем переменную нам который содержит в себе значение опять и конкатенацию и опять оборачиваем дополнительный знак доллара при интерполяции тот же процесс выглядит значительно изящнее читабельный то есть мы пишем за прайс из и внутри прописываем ту переменную которая нам необходима более очевидный пример преимущество интерполяции строк обратите внимание в данном примере мы скажем так совершаем некий и сквель запрос к базе данных вначале я объявляю несколько переменных table name который означает имя таблицы например некой таблицы юзер критерию то есть некий критерий статус new но и некий переменной из головы терм типа терминология в первом случае когда я использую стандартную конкатенацию через плюс я пишу сначала select name email from должен не забыть поставить пробел потом сделать плюс написать table name сделать перенос плюс и так далее так далее опять будет статус опять плюс критериум плюс опять кодинарную кавычку двойные заключить и так далее то есть довольно очень муторно и сложно случае с интерполяции строк я сначала пишу и сквель запрос и только потом внедряю в нее в эту строку с и сквель запросом нужны мне переменные и также могу эти переменные каким-то образом вычислять то есть завершать некоторые выражения повторю еще раз интерполяция работы только с обратными кавычками двойные и одинарные не работают обратные кавычки это клавиша йо или тильда на вашей клавиатуре открыть в в в в в Продолжение следует...